Субтитры сделал DimaTorzok Опять, да, я заказал на Клуб Турбо после не очень приятного случая с рулем Надеюсь, в этот раз все будет окей, никто не обосрется, да, и я в том числе И мне приедет нормальный тюнинг Я заказал сгоны, ну вот эти скрутки для того, чтобы поставить, короче, сошки Минус 30 Мне должны были прийти вот эти сгоны Спойлер должен был прийти Блядь, я заказывал его давно уже, недели полторы назад Тоже когда стрим проводили, собирали бабки на тюнинг Типа, ну, кидали там люди, типа, про тюнингу и жигу Я же спойлер уже от десятки присрал, блядь, не дождался Я даже забыл, что я на Клуб Турбо его заказывал Сейчас мне звонит, говорят, ваш заказ в месте выдачи, короче И я вспоминаю, что за заказ-то, блядь И вспоминаю, что там был, блядь, спойлер на задницу Ебаный, вроде, идиот, короче Вообще, сейчас заберем заказ Я забыл вообще, что я там заказывал А, нет, вспомнил Там, короче, очень крутая тема есть в заказе Я заказал евро-ручки на копейку Приколите, евро-ручки на копейку Все, я вспомнил, что там самое основное ко мне едет На Клуб Турбо новый лот увидел Типа, евро-ручки ВАЗ-2701 Нихера себе! Я думаю, это мне надо, это мутному надо Такие Вам будет очень интересно Потому что я еще ни разу, ну, видел на обычной классике На семерках, пятерках Евро-ручки это распространенная тема Но на 0.1, 0.6 и 0.3 я не видел евро-ручки Посмотрим, как они устанавливаются Думаю, это все будет не так просто Потому что у меня вся машина ржавая, гнилая и кривая Ну, в общем, я Ребятки, еду забирать товары Сейчас, наверное, все опять в обрешетках приедет В сотни обрешеток Посмотрим, что у меня там приехало И сегодня постараемся поставить хотя бы какой-нибудь тюнинг И сделать выезд на природу, так сказать Выезд на улицу сделать, чтобы вы оценили Как вообще копейка теперь смотрится А то все видосы в гараже Даже непонятно, типа, что с копейкой И как она выглядит по итогу Поехали забирать товары Короче, ребята, вот такая огромная хрень приехала Просто, блять, страх и ужас Она в машину ко мне тютелька в тютельку влезла И то за ручки Бьется в ручки дверные, короче Я еле двери закрыл Опять они обрешетку сделали Просто пиздецовую Я вообще в шоке Неподъемный вот этот вот Короче, вот этот груз, он неподъемный Ну ладно, блин, погнали, короче, домой Погнали в гараж Будем распаковывать Посмотрим, все ли у меня приехало И, в принципе, что там приехало Слушайте, ребята, приехал в гараж И почувствовал себя академиком С его антигеликом Мне кто-то в воротину, короче, пацаны Засунули, смотрите, записку В району, прямо вон туда Там между дверью и, короче, воротиной Вот, 53-го гаража Тут наклеечка, стиль Бешеный, видите И да на, от полтинник, бля Вообще, от души, пацаны, приятно Спасибо, слушайте Я, конечно, да, не стану богаче От полтинника Но реально спасибо Вот приятно Даже настроение сразу поднялось На удивление Сейчас, видите, какая погода В принципе, унылая Ну, все унылая вокруг Грязь, вода и осень Спасибо, ребят Вообще, красавцы Сейчас наклеечку тоже Куда-нибудь поклею Может, там, в салоне От души, ребят Очень приятно Даже не знаю Ну, вы сами видите Все Спасибо вам Порвал кожаный салон, сука Этим хуйней, блядь Ай На БМВ Ну, как порвал, надорвал Кусочек, короче Надорвал салона Своего кожаного Белего Бежевого, вернее Ну, и что-то застряло-то Вот клуб Турбо Им надо, блядь Что-то думать С доставкой Чтобы постоянно В обрешетку не складывать Это же какой геморрой Ну, реально И этому бедному Этим бедным деловым линиям Ну, и пацанам Еще раз спасибо Давайте, ребят Сейчас открываем И смотрим Что нам приехало Из клуб Турбо В этот раз Что, ребят Я вспомнил Что я заказывал Вот он Спойлер наш ДФТЗ ДФТЗ Очень давно ждал Его в наличии Пока он появится На сайте Клуб Турбо Потому что Это спойлер на копейку У копейки Короче Свой проприетарный багажник И на этот багажник Не подходят спойлера От шестерки От тем более Семерки Или какой-то Другой классики Поэтому Сюда банально Не подходят спойлера От обычной классики И вот он Копеечный Я вот так примерил Ну, вроде По формовке Все окей Все совпадает Так что Как нам надоест Вот этот Блядь Правда Я просверлил дырок В багажнике Ну, ладно Короче Как надоест Вот этот спойлер Поставим новый Дрифт Тим Бля, как я мог забыть Вообще Что я заказывал Идиот Ладно Теперь будет лежать Ждать своего часа Ничего страшного Нету в этом Стоил он По-моему Полтораху Короче Тысяча Что-то там Тысяча четыреста рублей Вот это Очень крутые вещи Которые мы сейчас Распакуем И по вашим Многочисленным просьбам Бля, вы столько писали Про эти брызговики Я увидел их в наличии Я не смог их Не заказать Это Колхоз Конца девяностых Начало нулевых Когда Фильм Форсаж Там или как Он, блин Был на Пике популярности Гонки Все дела Это у нас Ребята Только не завидуйте Что у меня такие есть Ради бога Не надо сейчас хейтить Меня в комментах Купите себе Сами такие Это брызговики Спарко Блядь Спарко Настоящий Ладно Китайский Спарко Желтенькие Бля, как же они Классно будут выглядеть Как же классно Они будут выглядеть Ребята На боевой классике Это брызговички Спарко Вообще Просто офигенно Стоили они Сущие копейки По-моему 300R Комплект 4 брызговичка Они хорошего качества Я почитал о них Отзывы на Клуб Турбо Тоже людям нравится Короче Это пережиток Конца девяностых То, что вы просили Вы искали максимум Колхозного тюнинга Я много видел комментов Найди брызговики Спарко И вот они подвернулись К сожалению Я их поставить В сегодняшней серии Ну, возможно То и смогу Но сейчас не смогу Почему? У меня нету Нормального подкатника Нормального подкатного домкрата Я еще не купил И у меня нету Кто-то спиздил У меня ключ баллонный Покупал в Галамарте В том году За 600 рублей Силовой баллонный ключ Такой хороший Стальной И не могу его нигде найти То ли он у меня С Беха уехал С Е36 Короче С какой-то тачкой У меня уехал Мой хороший Мощный баллонник А то, что у меня есть Баллонники там Какие-то, блядь, детские Они сломаются И тут еще Со Спарко Идут какие-то А, вот они, короче Тут и какие-то Эти скрутки Сгоны Как их там называют Короче, много названий Вот эти скрутки Рулевых тяг Идут Для того, чтобы Можно было поставить Сошки укороченные Вот они с гайками Это у нас Наши скруточки 10 сантиметров 100 миллиметров Они стоили 600 рублей За пару Я их должен был Сразу заказать Я что-то не почитал Как люди ставят Надо было сразу брать Эти сгоны Тоже новые Четыре гайки Регулировочных И вот они Две, получается Скруточки наши Для удлинения Непосредственно Рулевой тяги До наконечника Это, по-моему, 0.1-0.7 Там они тоже Что-то отличаются По модельному ряду ЖИК Сейчас я их Сразу пойду Отнесу к сошкам Потому что Пусть они там и лежат Все вместе Типа Надо будет поставить Вот я их в пакет Сразу запакую Короче Вот эти сгоны С гайками И две сошки Надо к казамату ехать Я сам их не поставлю Потому что у меня Вся ходовка Прикипевшая Намертво Там нужно силовое Оборудование Все Сошки Может быть Поставим в этой серии Я съезжу к казамату Это останется за кадром Наверное Но это не так интересно Пацаны Не обижайтесь Потому что Типа в сошках Нет ничего такого В их установке Видосов куча на ютубе Просто я их не смогу Снять старые Потому что у меня Банально нет Такого инструмента У меня нет Монтировок Ломов У меня нет Хороших ключей У меня все поломается Там уже прикипело Это Сто раз Наверное Также наклеечку Клуб Турбо Мне еще одну подогнали И непосредственно Вот оно Евроручки На копейку Я по-моему Заказывал Глянцевые Или матовые Матовые по-моему Так Вот это я помню Что я заказывал Что из себя представляет Евроручка Ребята Сейчас покажу Это как в современных машинах Я не знаю На Чапырке На Приоре Вот она Евроручка С прокладочкой Все дела Вот она открывается Вот так То есть ты подходишь к двери Это я не знаю Какой Сторонной дверь Это наверное Правая сторона Короче подходишь Да Это скорее всего Вот отсюда Подходишь И Евроручку Тянешь на себя И дверь открывается Здесь мы нажимаем На Закрыто Здесь мы нажимаем На язычок собачки Так хоп-хоп-хоп На язычок А здесь будет Ручка непосредственно Вот так ходить И открывать наш замок Должен быть комплект Четыре ручки Стоил он Тоже на копейку Они появились Их не было Стоил он недорого Четыре Тысячу рублей По-моему Комплект У нас Евроручки В городе на классику Стоят блять Подвес плейн По три тысячи Барыги Это наглость барыг Короче Реально Наглость барыг Здесь без наглости Барыг я урвал Нормально Все кроме тяг В комплекте Не знаю Подойдут ли заводские тяги Я надеюсь Что подойдут Иначе я блять Ничего не поставлю Если заводские тяги Не установятся Придется в магазин ехать Четколхозить Ох Короче Вот Евроручки Без наглости барыг Пацаны Все распаковал Сегодня К Клуб Турбо В принципе претензий нет пока Ну брызговики Сломать сложно вообще То есть Что-то сломать Они резиновые Обыкновенные Желтые И я не договорил Почему я их не могу поставить Я не могу снять колесо И задомкратить машину Чтобы подлезть Просверлить отверстия И их приколхозить как-нибудь Это тоже возможно В сервисе Я их повешу Либо я просто Куплю баллонный ключ И как-нибудь Буду изъебываться Здесь самостоятельно Если спереди Я еще там колесо Могу вывернуть как-то Попробовать Брызговик прикрутить То здесь колесо не вывернешь Его надо снимать В любом случае Сто процентов В общем ребят Я сейчас Попью кофейку Позалипаю за компом Отдохну после поездки Так Где мой компактор Эй Вася И вернемся Буду разбирать двери В сегодняшней серии Будем хотя бы Ставить евро ручки Это уже будет Какой-то прогресс А какой-то контент Ну шо пацаны Попил короче кофейку Чаек кофеек Это конечно заебись Это всегда хорошо Но работа не волк Она от нас не свалит Нужно разбирать дверь Нужно снимать все ручки У меня еще клипсы Сволочи развалились Короче Последний раз Когда я лазил в эту дверь У меня короче С клипсами была беда Блять Я не знаю Сейчас походу Я разберу эту дверь И это будет последняя Ее разборка Надо клипсы покупать Ну либо на саморезы Как-то всрать Эту обшивку Я типа Не очень такой человек Ну Мне без разницы Эстетика не особо важна Мне главное чтобы все снялось нормально И чтобы все на месте было То есть я не эстет Не важно что она будет на саморезах У нас машина такая Что типа блять Глупо переживать За то что у тебя В обшивке саморезы Когда у тебя пол машины Просто Гнилое ведро Тут уже явно не до саморезов В обшивке Это же не Не знаю Мерседес из класса Короче Начинаем разбирать дверь Буду пытаться Вот в шестерке В копейке Я ни разу дверные ручки Не менял У меня есть опыт Большой опыт В ремонте В замков Короче Снятие ручек С классики Пятерка Там четверка Семерка Прямоугольных Вот этих ручек А вот эти Копеечные Тире шестерочные Я ни разу не лазил Сегодня будет Мой первый экспириенс Ну думаю Особо сильно отличаться От тазовских ручек Это все не будет Видите как элементарно Дверь разбирается То есть хоп-хоп Щелк-шелк Короче блять Все Все Вот она Ее ничего не держит Клипсы аккуратно Отдергиваем Там еще клипсы походу Все таки есть Живая Да Еще клипсы целые Прикиньте Отводим в сторону Нашу карту О блять Она сгнила вся Ебанару Карте хана А Да тут вообще Доступ ко всему есть Пацаны Прямо вот здесь Да это ж Это ж чудо чудес Короче в семерке Вы такой доступ Не получите сюда К ручке В семерке Вы поебетесь Сначала Сто лет Прежде чем Прежде чем добраться Надо клипсу снять Вот здесь Клипсу замка Снимаем Отщелкиваем В сторону Отводим И вот у нас Доступ к ручке Все короче Надо просто Открутить две Гайки на Восемь И снимать ручку Короче ребят Сейчас сниму ручку И продолжим Блять Как все просто Я думал я поебу здесь Думал это все будет Сто раз сложнее Ну вообще нормально Главное чтобы Все дальше так пошло Мне еще надо замок Как-то перенести Личинку замка В новую ручку Сейчас буду с этим Разбираться Пацаны Как будет какой-то итог Я выйду на связь Хер с два Пацаны Здесь все сложнее Чем в жиге Как сказал бы Велсаком Не все так хорошо Через 10 минут Как хотелось бы И я вот повторю Его слова Пришлось снимать замок Пришлось отгибать Бархотку По которой По полозьям Ходит стекло Непосредственно Замок снимать Снимать тягу Короче Блять Все снимать пришлось Иначе ручку Просто вы не достанете До гайки На восемь Которая углубилась Вот под нее вырез Есть под инструмент Чтобы зайти туда Все Замок у меня в руке Бля гайка Не падай Не падай Бля пожалуйста Не надо Фух Все Гайка на месте Ничего не упало Ничего не свалило Вот она ручка Мне сейчас надо Здесь стопор вытащить И получается Перенести личинус Личинус замка Нужно перенести В мою новую Дверь Ой блять Дверь В мою новую ручку Я уже забыл Вот личинку Я на шахе менял Не помню уже как Это делается По моему Вот здесь есть Такой шпиндель Да Вот тут короче Такая точка Я надо выбить И разобрать Личинку Надвое Блядь Чувствую я сейчас Поеду за личинусом Магазин за новым Потому что здесь Это все Если короче Потерять Эту шпонку Блядь Это будет пизда Это будет короче Потеря потерь Я вот терял Шпонку И чем-то Этой короче То ли Забыл Как она называется С крепкой Канцелярской Запиздячивал Короче Разбираю Замок И переношу Личинку Увидимся Когда уже Будут какие-то Результаты Короче Ребят Одну ручку Установил 20 минут На одну ручку Ушло Она работает Смотрите Уже типа Слава тебе Господи Что ручка Просто работает Я сейчас Объясню вам Почему я так говорю Так Замок проверю Ага Хуйма А что в замок Ничего не вставляется Теперь А ну я понял Так Это закрыть Бля Ключ чиркает Прям по пластмассе Ключ ебашит То есть Они даже Это отверстие Не смогли нормально Продумать Ёб твою мать Смотрите нахуй Вот сейчас закрыта дверь Какой-нибудь долбоеб Дернет вам закрытую дверь Посмотрите Ручка вся Блядь Ломается Нахуй Боже Это пиздец Вот об этом Я и хотел С вами поговорить Смотрите Ключ вставляешь Хуйма Блядь Ключ ебашит Об пластмассу Ну кто Сука Додумался Блядь Углубление Такое сделать Долбоебы Вы нахуй Китайцы Блядь Короче Эти ручки Я вам так скажу Она ставится Непросто Вообще Непросто Ставится Также Эти долбоебы Не предусмотрели Место Для вот этой пружины Эта пружина Как вот часы На пружинном механизме Заводит Заводишь часы И они у тебя ходят Эта пружина Нужна для того Чтобы у тебя ключ Отстреливал Грубо говоря Ты вставил Закрыл У тебя ключ Отстрелил в позицию Чтобы не нужно было Руками постоянно Ключ возвращать В исходное положение Они блядь Не предусмотрели В ручке Расположение Этой хуйни Ну молодцы блядь Дайте я даже Аплодисменты Короче Конченые Сами ручки Это ебала Китайцев Я не знаю Ну Типа Закосарь Что хотеть Вы сейчас можете написать С вами абсолютно согласен Так и есть Закосарь Это типа Наверное норма По 250 рублей ручка Но Я не думаю Что они у вас Отъездят Больше Да какой сезон Там блядь На пол сезона Хватит Дай бог Этих евро ручек Ну пизда Она вон Она уже вся Блядь Она Сука Ходуном ходит Блядь Это пиздец Товарищи Короче Она уже Ходуном ходит Я ее только поставил Пять минут Раз пять Открыл Закрыл дверь Ну Блядь Вид имеют Функционал Говно Полное Говно Говно Из говна То есть За косарь Вы получаете Говно Из говна Вот такие дела Сейчас буду ставить Разбирать эту дверь Соберу ту И так вот Поочередно Буду ставить ручки И делиться с вами Впечатлениями Пока что первая ручка Полный провал И качество у них ужасное Короче ребят Хочу поведать вам Историю установки евро ручек Знаете История чем-то напоминает руль Только здесь все более запущено Давайте смотрим Как мне вот сейчас Открыть дверь Я хочу открыть дверь И беру ручку Смотрите Евро ручка Это наверное Десятое открытие Двери Какого хуя блять Давайте Может задняя откроется Ребят Давайте на раз два три Раз два Да блять Какого Камола Это ты сука сломал Нет я ничего не ломал Блять Мне теперь бы дверь открыть У меня машина Забрикадирована блять Пизда Данила Как это называется Это блять Я ее знаете что Топтал Хорошо ручкой хоть открывается Короче Что я могу сказать Вот это вот Можно сразу блять Нахуй Где эта блять Ручка Я ее Знаете как надо с ней делать Короче Я сейчас покажу Как она устанавливается Нормально Во блять Берете нахуй Ручка Сука блять Китайское Дерьмо Установка ручек Завершена Не подумайте Не подумайте Что это я типа сломал Блять Ну на камеру Да показываю Какой я недовольный Посмотрите Блять Какие они Я 10 раз проверял Туда сюда Открывал Просто дверь Я нормально Все по заводу Прикручивал Как положено Что это блять За зазор образовался У меня стала Клинить ручка То есть она там Чуть закусывала Вот чуть-чуть закусывала И не дооткрывала дверь Я Сильнее потянул Нахуй И вырвал Ручку с корнем Сломал блять Фиксатор Та же хуйня На задней ручке Я ее поставил Думал типа Сейчас сниму ролик Ну да сниму То что вот Установка ручки Я ее блять Чуть потянул Хрусь Все блять Ручки нету То есть представим Ситуацию что я не знаю К вам там блять Ну телку вы какую-нибудь Забираете да Друга своего дегенерата Он блять Подходит к вашей классике Вот к шестерке Дергает эту ручку И пизда Вы остались без ручки То есть это настолько Паршивое качество Что оно даже Пяти открытий Не выдержало Нахуй Пяти открытий Я этот клуб турбо Вертел на хую На своем На залупе блять Вертел Серьезно блять Сука блять Тысяча с лишним рублей Нахуй В помойку блять Просто Еще и гемор У меня теперь обратно Перепрессовывает замок Вот этот Личинку замка Ебаный в рот блять Че ты скажешь об этом Тебе нравится клуб турбо? Без комментариев Сук блять Пацаны Мне тоже реально Я ничего Я не знаю Че сказать нахуй Это не дело Такое нельзя продавать Вы либо продавайте Это я не знаю Напишите Работает хуй пойми как И продавайте блять За 200 рублей Весь комплект Тогда другое дело Где эта коробка Это коробка Этого дерьма Короче ребята Блять не вздумайте Вот эту Вот эту Вот поеботу Блять Вот эту Поеботу Не вздумайте Даже Сука блять Рассматривать К покупке Я сейчас Вот Мои обычные ручки Как вам евро ручки Ребят Оцените Клуб турбо Как всегда радует Вот мои новые евро ручки Здесь у меня шпилька сломалась Пришлось просверлить насквозь алюминиевую ручку И гайкой закрутить Вот так вот колхозно Иначе у меня дверь не открывалась Вообще никак Короче Это просто попадос И я не знаю что сказать Вы сами все видели То есть это я не Какой-то постановочный ролик снимаю Чтобы Опять очернить клуб турбо Нет Вот эти ручки Уже что от них осталось Вернее Я реально пять раз Пооткрывал туда-сюда двери И Они вышли из строя Охуенные ручки Вообще даже Ноунейм Ничего не написано Никто производитель Ничего Просто вот такая вот Благозалупа вот такая Все Отправляется в помойку Это Дерьмо Минус косарь ваших донатов Простите друзья Там должен был быть звук такой Дзи-динь Короче Надеюсь Хотя бы сгоны Вот эти сгоны Подойдут нормально Надеюсь С ними такой проблемы не будет И сошки встанут По-человечески Блять Вот это вот хотя бы Давайте ребят Хотя бы на этом Остановимся И типа уже Это не может Не радовать Это будет нас радовать Так что Сошечки Я убираю Поеду Завтра возможно Поставим их Не факт Но вот Кидаю их в салон И брызговички Надо бы по-хорошему Поставить Потому что без брызговиков Ездить нельзя На тебе наклейку Кому Белка Стрелка Колесо Тарелки А ты этот Отвал Короче ребят Все грустно Он еще кусок ручки Валяется на полу Все реально грустно Я очень хотел евро ручки И они реально классно Смотрятся на этой машине Но по факту Мы получили Абсолютно Не работоспособный продукт Мы получили мусор Который нам продали Под видом Что-то прикольного То есть вот эти вот ручки Они реально сколько 43 года проработали Вот эти И они 43 года Еще проработают Ничего с ними не будет Если бы здесь Не ржавчина Шпилька не лопнула бы Просто шпилька Уже ржавая была изнутри То есть эта дверь Тоже работала бы Я не знаю Что сказать про клуб турбо Пацаны Блять Уже на Это какой уже раз Это второй раз Это второй залет Причем залет Абсолютно серьезный И Ну Блять Ребята реально Торгуют дерьмом И наебывают тазоводов То есть кто не будет Впендриваться Кто не будет возмущаться Тазовод Потому что Место тазовода где Место тазовода сидеть Молча И не вякать Как говорится Но я вам высказал И меня это все огорчило Просто уже до невозможности Давайте ребят Увидимся завтра Я выгоню машину Если у Азамата будет время Либо послезавтра Если у нее не будет времени Завтра Вот такие дела Так что продолжим На следующий день Что ребятки Настал следующий день И я подумал Что выворотом мы пока Заниматься не будем Да и плюс Я еще не отошел От этих евро ручек С нашего любимого сайта Клуб Турбо Эмоции меня переполняют И не хочу заниматься Никаким таким тюнингом Не дай бог Мы сейчас залезем в ходовку По сошкам что-то не сойдется Я буду вообще зол Настолько злым и грустным Что в принципе Забью на эти жигули И перестану ими заниматься Сегодня мы с вами будем Ставить бюджетный автозвук Вот у меня колоночки передние Вот у меня самбвуфер С встроенным усилком С накопителем Почему я решил поставить сап Кстати еще забыл Да Еще проводочки Мистери Лучшие акустические провода Короче Почему я решил поставить сап И почему я решил заняться Темой сабвуферов Темой автозвука Вот такого бомж автозвука По другому это никак не назовешь Потому что на последнем стриме На втором канале Ну на вот этом канале Люди мне написали Что типа Слышь черт Ты за 5000 Не то что сап не купишь Ты не купишь даже Две колонки В передней двери нормальные Типа за какие за 5к Ты собрался Какой сап брать Я вам скажу Вот это все Что лежит сейчас на капоте Стоит 5000 рублей Все это Ну провода Ладно провода Куплены новые Вот 850 рублей Провода такая вещь Что лучше уж новые взять Они не так дорого стоят Сап куплен на авито То есть вот это вот Все стоит пятак Ребят Это у нас В эти деньги включен Накопитель Включен Сап фьюжн У него встроенный Усилок на 250 ватт По-моему Я читал его спеки Перед тем как покупать И у него до банальности Простая настройка То есть герцовка И непосредственно бас Ну его Как сказать Сила Сила удара Да Вот этого блина То есть здесь у нас Нет профессионального Какого-то усилка Четырехканального Где можно подкрутить Тонкие настройки Этот сап настроен Типа завода И все И он предназначен Для того чтобы бухать Просто бухать Больше от него Ничего не требуется Провода я купил Чтобы Ну новые Чтобы не Какие-то огрызки Из вон той проводки Собирать Да по питанию А чтобы у нас все было Как в лучших домах Лондона Вот оно Мистери 850 рублей Что я хочу сказать Я всю свою жизнь По сути ездил на хламе На убитых машинах На дешевых машинах И музыка Автозвук У меня в машинах Всегда был с авито Причем самый дешевый И я поэтому хотел бы Вот поспорить С комментаторами С теми кто был на стриме Что за 4-5 тысяч Ничего не поставишь В машину Чтоб бахал Я думаю Это дерьмо После установки Будет бахать И мне большего По сути и не нужно Так что укладываемся Сегодня в 5К Бомж автозвук Ребята многие просили Сегодня посмотрим На что способна Бомж система с авито Которая даже В непонятном состоянии Ну и в передней двери Надо поставить С десятки достались Вот такие колонки GVC Надо поставить Так что у меня сломаны колонки Которые в дверях стоят Они не работают Они хрипят Тогда влага попадала И от колонок У меня ничего не осталось Так что GVC Пойдут вперед Чтобы у меня фронт Хоть сколько-то слышно было Задние у меня есть Те которые С 1977 года Родные колонки Они играют реально хорошо Без рофлов Они хорошо играют Высоких в них полно И низы За низы У нас будет отвечать Вот этот вот Subfusion Короче Начинаем Посмотрим Я сейчас распакую Вот этот комплект И объясню вам Сегодня у нас будет Гайд для новичков Что это такое Как вообще подключается Вот этот Sub И что нам нужно Для его подключения Все делается элементарно Справится даже школьник Справится даже ребенок Сейчас я распакую эти провода И буду вам объяснять Что у нас здесь для чего Давайте рассмотрим Комплект поставки проводов Мистери Что у нас здесь основное Основные у нас конечно же Силовые кабеля Здесь я брал под Двухканальный усилок То есть вот такие Вот с такой толщиной Кабель подходит Максимум под Двухканальные усилки До 500 ватт Китайских ватт То есть видите Какое у него сечение Небольшое Нам подойдет Для сегодняшней процедуры Для сегодняшнего звука Нам этого кабеля хватит Но Вам сечение нужно Гораздо больше Если вы собираете Да какой блять Если вы собираете систему На 4 канальнике С двумя сабами Я думаю вы не смотрите Этот видос Вам это не интересно Короче Вот такие бомж-кабеля Подойдут нам Для вот такой Для такой помойки С авито Минусовой кабель Здесь очень короткий Потому что Минус принято брать У нормальных людей В багажнике То есть минус мы берем Где-нибудь с массы В багажнике У меня этих масс много Там массы фонарей Массы плафонов Но если что Можно просверлить Новую массу просто Короче Минус мы будем брать В багажнике Непосредственно Одно из самых важнейших Это акустический кабель Здесь у нас РЦА кабеля Два тюльпанчика Это правый-левый канал И вот здесь Один немаловажный провод Ремот Провод удаленного Включения саба На него вам нужно Подать плюс С ант У вас на магнитоле Будет такой голубенький Провод ант Он называется Либо рем плюс Рем плюс Нет, не ремонтяж Рем плюс Или ант То есть Я вам покажу Когда сниму мафан Это очень важный Тонкий кабелечек Проводочек Его ни в коем случае Не перебейте Когда будете по салону Проводить Иначе у вас будет И каратыш по магнитоле И саб не будет Включаться удаленно Также в таком Бомж комплекте Несмотря на то Что это бомж комплект Нам положили Две клемки для АКБ И положили Предохранитель Этот предохранитель Устанавливается под капотом Непосредственно Рядом с аккумулятором То есть Не у сабвуфера Он ставится А он ставится Перед аккумулятором То есть Вот тут вот Прямо Перед тем Как в салон провод уходит Обязательные условия Видите Ничего сложного нет Для того Чтобы это все подключить Нужно просто Плюсовой и минусовой кабель Ну минусовой это в конце Хорошо плюсовой И вот эти колокола Проложить по салону До багажника Я сейчас этим займусь Чтобы не забивать хронометраж Я сейчас проложу эти провода Все сделаю за кадром И покажу вам Как их Ну вот в такой По крайней мере Помойке В таких же гулях Как их грамотно проложить Где есть дырки Где есть отверстия Так что друзья Давайте я приступаю к работе Увидимся через минут 40 Что ребят Промежуточные итоги Хочу вам показать Вынул вот эти Мистери Ой извините Супра колонки Которые в дверях были Они уже все подвержены Коррозии Влаге Ну и Они еле-еле работали Короче Поставил наши GVC-шки С десятки Они такие же По размеру По диаметру По креплениям То есть Здесь все встало Чисто так По заводу Ничего Колхозить не пришлось Вот Эти колонки Не знаю На помойку отправиться Смысла особого не вижу Их не продать Не пропить Короче Да и Не подаришь никому Они Мертвые уже Они не играют Ну и по поводу Плюсового кабеля Вот Это если кому-то Интересно Как это все делается Типа как подводится Сап Вот в эти жиги Во всякое говно Старое На четырках Это тоже работает Вот он наш Плюсовой кабель О чем я вам говорил Здесь обжимаем клемму Обжимником Либо Либо плоскогубцами Обжимаем Все Тут вот делаем Изоляцию Ставим наш Предохранитель В разрез Этого кабеля Обязательно здесь Как я уже говорил Потому что если пожар Не дай бог начнется Он сразу прекратится Потому что пред сгорит Здесь я их Скрутил И посадил На холодную Блять На холодную сварку На термоусадку Здесь Заизолировал Очень сильно Огромным слоем Изоленты Целым таким Кругом изоленты Ульем Получился как улей Пчелиной Потому что здесь У меня острые грани Есть болгаркой Обрезали У вас в классике У вас вряд ли копейка Вы вряд ли будете Такую музыку Мутить на копейку В классике Здесь есть Стандартный Вот такой вот Жгут проводов Проходит Здесь есть штатная Место Под резинкой Под стандартный Жгут проводов Под монтажным блоком У вас здесь В пятерке Либо в семерке Будет монтажник И прям под монтажным блоком Будет вот такая резиночка Просто аккуратно Этот кабель В резинку проводите И вам такой колхоз Не нужен Это только у меня Только на копейке У вас такого не будет Вы это все По-человечески проведете Ну и непосредственно Плюсовой кабель Проводим через бардачок И выводим вот сюда У вас здесь будет пластик Можете все аккуратно Под пластиком провести У меня же пластика И обивки салона нет Поэтому кабель у меня Сразу выходит здесь И вот тут он будет идти У меня по низам Получается по полику Он у меня будет идти Непосредственно в багажник Прямо здесь Прямо по открытому Ничего страшного Но я не думаю Кто-то сможет его там Ногой прорезать Это невозможно Я его разумеется Заизолирую стяжками Стяну Чтобы он вот так Хаотично не болтался Здесь чуть наведем порядок Ну и сейчас Я буду приступать К самому интересному Сейчас будем вскрывать Магнитолу Вскрывать рамку Магнитолы И будем ставить Провода акустические Которые у нас Будут передавать Непосредственно звук Вот Вот эти провода Сейчас будем заниматься Ими Это Тоже отдельный процесс О котором я говорил Вынимаем аукс И вот сейчас Магнитолу мне будет Сложно вынуть Что друзья Здесь все проще простого У меня вот Разведена проводка Под колонки Питание Все остальное Это уже мы трогать не будем Мы это Не касаемся Этого Вот он кабель Ант плюс О котором я вам рассказывал Голубенький Он идет в колодке Он всегда Даже на самых китайских На самых дерьмовых мафонах Идет голубым Ну синий Либо голубой С белой полоской Иногда его делают Обычно у них есть Расшифровка всех клемм Прям на магнитоле Написано У меня нету Но на нормальных мафонах Типа пишут Вот здесь Распиновку всех клемм Чтобы автоэлектрику Либо другому человеку Было проще разобраться И не искать схему Не гуглить Ну вот он у нас Ант И этот Ант Мы будем соединять Как я вам уже показывал С вот этим проводом Мы его будем соединять С проводом ремонт Для удаленного Включения и отключения Сабвуфера нашего моноблока И вот два кабеля Эти акустические кабеля РЦА Они у нас пойдут В вывод СБ Сабвуфер Вот у меня Два вывода На них написано СБ У вас в магнитоле Если она очень старая Если она какая-нибудь древняя Могут быть просто Два лайн аут Линейный выход Вам подойдет И линейный выход То есть не печальтесь Если вы разобрали Мафон свой На какой-нибудь старой шахе И у вас нету саб Вывода именно на саб Ничего страшного В этом нету Просто цепляете На лайн аут И все будет работать У меня же Видите Не надо придумывать Ничего изобретателя Спед Я их подцеплю Прямо к выходу саба И у меня Будут только низкие Передаваться Плюс этот пионерчик Он хороший Он играет хорошо У него даже есть Отдельные настройки Сабвуфера Выставление децибел Выставление глубины баса То есть магнитола Сама все была хорошая В свое время И здесь есть настройка Именно саба Что не может не радовать Так что Сейчас я проведу Это все под коврами Ну показывать это не буду Это долго Вот здесь Снимаем ковры В вашем случае Можно все провести Вот тут по пластику Если у вас семерка Пятерка Нормальная машина За пластиком Проводим Вот тут по арке По брызговику ведем И вот туда незаметно Все это убираем Я же кину прямо по полу Потому что Мне похуй Мне реально похуй Мне главное чтобы играло Чтобы бас хуярил АК-47 свой мог слушать Что Сейчас все проведу Ребят Подключу И вернемся Что ребят Уже есть определенные Промежуточные итоги Вот поставили сабвуфер Подключили вернее Гнезда сабвуфера Подключили Линейный выход Подключили антенну Ну Ант плюс Подключили ремот И Вот тут я все провел Аккуратно Смотрите По полу не стал кабель пускать Вот тут у нас все Выходит из-под бардачка И вот таким Не знаю как назвать Змеем Короче Угрем Все в изоленте Все заизолировано Будет проходить Ко нас по полу Здесь я доизолировать Не успел Это сделаю чуть позже Короче Ничего сложного нет У вас опять же все это можно спрятать под ковролин Откручиваете накладные Вот эти пластины в жигулях И под ковролин прячете У меня ковролина нет И нет проблем Ничего прятать не надо И вот здесь самое сложное У меня здесь нет ни одного монтажного отверстия Для того чтобы проникнуть В багажник У меня сплошная здесь Арголитовая стена То есть У вас в жиге там будут монтажные отверстия Это я вам точно говорю У меня было много жигулей Я ставил сабвуферы В разные всякие жиги Здесь монтажных отверстий нету Я сейчас буду либо сверлить Либо искать где-то Где можно протиснуть Вот эти провода То есть самое логичное Я думаю вы все уже поняли Эти провода Два колокола И плюсовой Должен оказаться в багажнике Как? Это не важно Они должны там оказаться Ни обо что Не должны тереться И туда уже будем Инсталлировать Наш сабвуфер Подключать Короче сейчас я разбираюсь Здесь непосредственно С отверстиями Как это все пропустить И вернемся Когда я что-то придумаю Ну что братва Еще полчаса прошло И мы с вами прямо подходим К финалочке Провода Плюсовой И все остальные Управление И музыка Сам звук У нас уже в багажнике Колоночки Мы поставили Акустическую подготовку Как это называется В салонах Продажи автомобилей Сделали Все колоночки у нас Стоят на месте Нам осталось Сейчас обжать Минусовой провод Вот этот С одной стороны Его нужно будет обжать И Вот эту клеммку Примастырить Куда-нибудь На массу То есть Вот так это работает Я вам покажу Когда это все сделаю И Непосредственно Останется подключить Нашу бомбу Фузион Вот этот вот Посмотрим Блин я его не проверял Потому что покупал я его Ну типа С рук На улице Человек Я думаю Уж не стал кидать меня Типа я известный Хер Миллионер Потом приеду С братвой На X5 Короче Сейчас надо будет Его расположить В багажник Подключить Все И я вам постараюсь Подробно рассказать Что куда подключать Просто вдруг Действительно Вы боитесь Сами подключать Саб Типа вы бы это сделали Деньги у вас есть Но вы думаете Что это все сложно А в сервисах За подключение Саба берут От полторы До пяти тысяч рублей Какие-то Вообще Как такие деньги Можно потратить В рамках автомобиля За блядь Двадцать тысяч Я не знаю Ну вот такой вот Помойки Поэтому все делаем Все делаем Своими руками Что ребят Сейчас я Замастри его Как-нибудь В багажник Что-нибудь Буду думать Подключать буду И покажу вам Все как это Выглядит по итогу И как это должно Быть у вас Парни Ну что Все подключено Практически Сейчас объясню вам Вкратце Хотя бы Как это все Делается На пальцах Расскажу Мы рассматриваем Сегодня схему Как с накопителем Подключить Но я вам покажу Как и без накопителя Подключить Короче Если вы подключаете С накопителя С накопителем То вот красный провод Плюсовой Который идет у вас От клеммы АКБ Подключаете в плюс Здесь есть пометка Обязательно На накопителе Должна быть пометка Рандомно Не вздумайте Пизда будет Накопителю Вот тут плюсовая клемма Мы к ней подключаем Плюс От аккумулятора И от нее Должен идти плюс На непосредственно Сабвуфер Там я покажу вам Куда он должен Подаваться Если у вас нет Накопителя Что скорее всего Потому что вряд ли Вы там за 2-3-4 тысячи Рублей купите С накопителем Всю музыку То сразу Подключаем плюс В плюсовое гнездо Я вам покажу Потом Куда там Что надо Далее Минус Минус по той же схеме На накопитель Должен приходить Отдельный минус Который идет На кузов Я еще пока Его не просверлил Не расположил Но я его где-нибудь Расположу Зачищу И возьму минус С кузова Вот И в дальнейшем От накопителя Этот минус Тоже уходит У нас на сам саб Так что А если у нас нет накопителя Минус тоже напрямую От кузова Берете и вставляете В усилитель Далее Что у нас По самому усилку Плюс 12 вольт С аккумулятора Либо же с накопителя Мы подаем В колодку Плюс 12 В колодку РЭМ Что означает Ремоут Мы подаем Тот Ант Плюс Который идет От магнитола Вот он Вот этот вот Коротенький Такой тоненький Ни в коем случае Его не перекусите Будет очень обидно Ну по дороге Я имею ввиду Когда будете Прокладывать провода Он очень легко рвется Короче в ремоут Вставляется вот этот Ант плюс И граунд Это земля Ну я думаю Здесь всем понятно Это минус Предохранитель проверяем Если нужно Меняем Тут у нас регулировки Которые уже будут настраиваться Когда машина зазвучит Так сказать И колокола вставляем Левый Правый Тоже сложного Ничего нет Все элементарно Я постараюсь Оставить какую-нибудь Инструкцию в описании Если вы По моим словам Не поняли Чтобы вы могли Перейти на коинсайт И посмотреть инструкцию По установке сабвуфера Вот такого колхоза Короче Я сейчас где-нибудь Сверлю еще минус И будем пробовать Это все включить Надеюсь Меня не наебали И эта музыка запоет И будет радовать меня Своей басухой Ну что народ Установка саба завершена Все наконец-то Финально подключено Как говорится Финал очка Выполнено Теперь остается Накинуть клемму И Я боюсь Что сейчас все загорится Бля Час Пизда Так Ничего не горит Сработал инжектор Что там зажигаешь Я тупанул Жесть Вообще Он валит Как сатана Бля Вообще Блядь У меня железо Аж рвет Бля Пацаны Железо рвется Юб твою мать Пиздец Ебать Спойлер Отвалится Нагер Посмотрите Боже Теперь Высоких Не хватает У меня Колонок С высокими Нет в салоне Одни Не заиграют Бля Одни Не заиграют Это Бля Пиздец Какой-то Смотрите На номер На номер Смотрите Бля Пизда Ебать А габариты Будут просаживаться Интересно Габариты Нет Конденсатор Выполняет Свою функцию Габариты Не просаживаются Ну что Хейтеры Я требую Блядь Извинений Вы меня Обосрали На стриме Сказали Что я Конченый Как за 5000 Получить Зубодробительный Бас Чтобы он Мешал Всем окружающим Вокруг тебя Людям И чтобы Машина Сзади Ходила Ходуном Чтобы Все там Тряслось И вибрировало Вы мне сказали Что меньше Полтинника Можно не рассматривать Акустическую систему Но я Искать И купить И купить Два Блина На Жопу Короче Чтобы нормально Играло Понятно Что с Вот этими 77 Года Колонками Я сейчас Конечно Настрою Чтобы они Меньше Хрипели Уберу У них Высокие Ну Блядь Будет Один Бас Получается Практически Все будет Бас Сейчас Я еще Один Трычок Вам Заведу Закачаем И поеду В город Обкатаю Это все Как это все Будет звучать В условиях Города Что ребята Выгнал Копейку Короче С гаража И Сейчас Короче Будет Смертельный Номер Как я Понимаю Я боюсь Даже Если честно Блин Некуда Камеру Закрепить Я короче Пытаюсь Первый раз Заехать На Х5 В свой Гараж Че то у меня Такое ощущение Что блять Нихуя Он туда Не заедет Блять Очень хуевое Ощущение Складывается Там Везде Кирпичные Стены Блять Умудрился Купить Здесь гараж Ебаном Ряду В который Проедешь Блять Ну Аккуратненько Аккуратненько Не спеша Блять Зеркало Ща въебу Нахуй Справа Охуеть Охуеть Ебать Блять Сейчас дверь Расцарапаю Нахуй Правую Так Прорезаем Бля Миллиметр Ебать Миллиметр Блять Дверь Сейчас Расковыряю Нахуй Блять Ебать 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 Блять Блять Пиздец Пиздец Охуеть Блять Я ебался Этот мужик Кто продал гараж Пиздобол Наверное Какую газель Он нахуй Сюда загонял Здесь Блять Х5 Еле Влезает Вот Короче Х5 И все Весь гараж Занят Это тебе не копейка Это не Жига Которую Поставила У тебя пол гаража Свободного места Здесь Пиздец Вот об это Я сейчас чуть не протерся Об эти Блять Не протерся же Не Не протерся Ну это Это жесть Я не знаю Как я отсюда Выезжать теперь буду Это типа Жопой ровно И Видите у меня Какое ограниченное пространство Тут еще шаха стоит Бля Вообще не развернуться Не пукнуть Не какнуть Вообще ужас Я короче сейчас Испытал столько стресса Сколько не испытывал Не знаю При первом сексе Наверное Сколько сейчас Поцарапав Х5 Я бы его Ну тут не подкрасишь С баллончиком Я бы его сам Своими руками Не отремонтировал бы Вот Ладно ребят Сегодня уже поздно Проверять сап на улице Мне Люди спасибо не скажут Кто живет В домах В живых А где-то еще места Где есть свет Я не знаю Так что Икса я пока поставил Ближайшие Пару-тройку дней Надо хоть на копейки Поесть Не зря мы с вами Строим копейку Убраем Не зря мы с вами Копейку устроим Надо и на ней покататься И как бы Дать ей понять Что Она не просто так существует Пусть Икс постоит здесь Погода Как раз сейчас плохая Перепады Минусовая там температура Здесь ему будет лучше Давайте ребят Завтра Протестируем сап Уже на улице Послушаем Как он играет На публику Если это можно так назвать Ну что пацаны Новый день Новые занятия Новая движуха Сейчас сап Мы с вами потестим Наверное Все лишние серии Ну скорее всего Я думаю На улице Я имею в виду Покажу Как он что наваливает Я поездил пока Ну типа Вроде нормально Для сельской местности И для такого Ограниченного бюджета Пойдет сап Ну не скажу Что прям Классно Идеально И громко Но нормально Чисто здесь В салоне По крайней мере Более-менее Бахает На улице Бахает Бахает Все Сейчас еду К Казамату Обсудить установку Сошек И обсудить Установку Брызговиков Потому что я вам рассказывал Я сам их поставить Не могу Короче Едем К Казамату И скорее всего Это все за кадром Останется Я прошу прощения Но установка Сошек Блин Пусть профессионал Ее делает У меня все таки Такого опыта Инструмента нет Так что ребят Сейчас размутимся Посмотрим Может быть Я продолжу видос Уже с С новыми брызговичками И с новыми сошками С хорошим выбором Давайте ребят Ну что парни Пристанем Бас на улице Сейчас я крутану его Громкость крутану Сейчас стоит 29 Громкость 40 максимум Но он там хрипит Уже дико Сап Короче Сам по себе Сейчас послушаем Как он Ну на улице Днем Пиздячит Я думаю Это что многим Будет интересно Все таки Бомж вариант Вообще По максимальному Дешману Сейчас 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 Тихо Мы сап Слушаем Как он будет Басить Ебать Нормально? Да Да Вообще нормально Он короче валит Реально нормально Валит ребят Вот что не говори Но За такие копейки Типа Хотеть лучшего Это для Бомштазика Уже идеальный Варик Я считаю Что Блять Ну все что лучше Это уже другие бюджеты Другая стоимость Ну валит он Пиздец Еще ребятки Я короче По итогу Поменял голову Поставил голову С десятки Вот этот GVC Которая досталась Да Это Пионер Мне все мозги Выебал Она нормально Не работает У Пионера Линейные выводы Сдохли То есть Вот эти Лайн аут Которые Я вам показывал Сап И лайн аут Они мертвые То есть Они то включаются То работают То не работают Здесь все Отлично работает На GVC То есть Включил и пользуешься Никаких настроек Ну я имею ввиду Это Никаких частот Выбора Ничего Просто включил И пользуешься Здесь колокола Хорошо работают И проблем у меня С этим не возникло Короче Поговорился за матом Он сейчас там Газель собирает Это слово нельзя Произносить на моем канале Он сейчас там Один автомобиль собирает Старый И короче Как он освободится Часа 2-3 Он сказал Попробует Заменить Сошки Для него Это первый опыт Первое Так сказать Испытание Будет в его жизни Но ничего Мы его еще Редуктора Научим заваривать Чтобы он бабки Со школьника Пробил С бокашников У кого нет сварки У кого нет гаража Короче Такие дела Пацаны Сап реально классный Ручки от Клуб Турбо Вы уже я думаю Оценили в начале Видео Это просто Трешак Дерьмо Из дерьма Вот у меня есть рубрика Говно из говна Там дерьмо Из дерьма На Клуб Турбо Походу Что только не закажешь Все блять Через жопу работает И все через одно место идет Спасибо за просмотр На этом серии Подходит к концу На такой веселой ноте Сабик топ Мне нравится За свои бабки Считаю Полностью себя оправдал Нормально Запятак Лучше ничего не купишь Спасибо вам всем За просмотр Всеми Спасибо вам всем За просмотр Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И пишите комментарии Увидимся с вами В следующих видео На этом И на основном канале Давайте ребят Всем пока